Как вы представляете себе бессмертное животное? Это должно быть существо, которое постигло все вселенские тайны, переписало законы физического мира, биологии, биохимии под себя. Оно никогда не стареет, может отращивать поврежденные органы и в случае серьезной опасности перерождаться в новом теле. Открою вам тайну, такое животное, хоть и с большими оговорками, уже существует, но выглядит не так круто. Глубоко в толще морской воды, наперекор течением, неторопливо дрейфует крошечная медуза Туритопсисдорни, сжимая и разжимая свой куполообразный зонтик. И спешить ей особо некуда, потому что этот вид в научном мире считается единственным бессмертным живым организмом, который умеет обращать время вспять. Но так ли это на самом деле? Сейчас мы разберемся, о каком бессмертии говорят биологи и от чего медуза может умереть. Напряги разок своей теломеры, не забудь поставить лайк и подписаться. Давай прикинем, существуют ли ситуации, которые могут прерывать жизнь бессмертному животному. Чтобы понять, о чем я говорю, нужно немного матчасти, откуда появляются эти животные. Так выглядит типичная медуза, до того, как она пройдет свой сложный жизненный цикл. Пока это маленькая бесформенная личинка планула, которая после появления на свет и скитания в подводных течениях ищет подходящее место, чтобы прикрепиться к твердому дну и стать неутомимым фильтратором. Найдя подходящую поверхность, например, скалу или коралл, личинка прикрепляется. Начинается процесс метаморфоза, в результате которого формируется полип. Переход от одной стадии к другой сопровождается радикальными изменениями строения, похожими по своему типу на превращение гусеницы в бабочку. Прикрепленные к дну полипы теперь ограничены в перемещении, поэтому, чтобы как-то компенсировать малоподвижность, они используют свое новообразовавшееся оружие. Питание теперь происходит с помощью стрекательных щупалец, которые захватывают добычу и потягивают ее к своему ротовому отверстию. В их рацион входит проплывающий мимо океанический коктейль из планктона, частичек органики и мелкой икры подводных обитателей. Тяжело вообразить, но медузы размножаются половым путем. У большинства видов есть особи самцы и особи самки, то есть помимо двух наборов половых клеток, они еще раздельно полы. Самцы образуют мужские половые клетки, а самки женские, которые выпускают прямо в воду или в полость женской особи. В процессе оплодотворения внутри яйца формируется личинка, та самая планула, которой и образует полип. Первые медузы появились на Земле более 500 миллионов лет, в конце протозойской эры, еще до кембрийского взрыва и появления динозавров, причем наиболее древние найденные останки датируются возрастом 505 миллионов лет. Ископаемые образцы первых медуз исключительно хорошо сохранились, учитывая, что их организмы примерно на 95% состоят из воды. Выглядят они точно так же, как и современные медузы, купол, щупальца и все прочее. Логично, что цикл размножения должен замыкаться, и все стадии повторятся вновь и вновь. Но это не предполагает никакого бессмертия. Особи создают новые организмы, которые после также размножаются и умирают. Это надежный, но не единственный способ, которым пользуются стрекающие. У них всегда есть запасной вариант. Заключается он в клонировании самих себя, то есть отделении от полипа точной генетической копии в виде медузы без генетической рекомбинации. Такой механизм работает еще надежней, потому что не требует участия двух организмов разного пола. Но это тоже не делает существ такой формы и размножения бессмертными, потому что конкретная медуза после того, как отделилась от полипа, не может больше использовать этот механизм. И чтобы продолжить род, ей необходимо искать медузу противоположного пола. А дальше все как у людей. Цветы конфеты, машина ипотека, и вот новая личинка планова уже идет в школу. Получается, что всем знакомое куполообразное желе, которое устилает морские пляжи, это лишь одна из стадий жизненного цикла животных типа стрекающих. И то не всех. Коралловые полипы, например, так не умеют и с завистью смотрят на проплывающих мимо собратьев. Жизненный цикл большинства медуз предсказуем и необратим. Однако медуза Турит Апсис Дорния, прозванная бессмертной медузой, является исключением из этого правила. Она обладает уникальной способностью обращать свой жизненный цикл вспять. Когда медуза сталкивается с физическим повреждением, стрессом на работе или достигает естественной старости, она не умирает, а сжимается, поглощает свои щупальца, превращается в шарообразную массу, которая затем крепится ко дну и возрождает новый полип. То есть они просто так взяли и хакнули старение, и решили откатиться до заводских настроек без каких-либо проблем, обойдя все ограничения. И самое интересное, что этот процесс теоретически можно повторять бесконечно, что делает особь потенциально бессмертной. Биологи называют такое существо биологически бессмертным. Ключевым механизмом, позволяющим Турит Апсис Дорния осуществлять свое омоложение, является трансдифференция. Этот процесс представляет собой клеточное перепрограммирование, при котором одна полностью зрелая специализированная клетка откатывается назад и превращается в совершенно новый, иной тип клетки. В ходе этого процесса медуза проходит через промежуточную стадию, цисту, которая представляет собой скопление недифференцированных тканей. Затем из этой цисты происходит метаморфоза в обратном направлении, в стадию полипа, из которой и образуются новые медузы. Обязательно в конце нужно сказать, шалость удалась, иначе превращение не произойдет. Предлагаю нехитрую логическую цепочку. Если эта медуза бессмертна и способна продолжать свой род, то их количество с каждым поколением должно увеличиваться в геометрической прогрессии. Одна медуза производит две, потом две производят еще по две, получая четыре, и так далее. Это с оговоркой, что один организм максимально производит только два. Даже при сильном упрощении, рано или поздно, этот вид должен заполонить весь мировой океан. На практике это всего лишь один из видов, который хоть и успешен, раз обитает повсеместно в теплом и умеренном климате, но, как и другие гидромедузы, занимает свою нишу, не выходя за ее пределы. В чем же дело, спросишь ты? Бессмертие часто воспринимается как абсолютная неуязвимость к смерти. Однако в биологии этот термин имеет свое строгое значение. Наука четко разделяет несколько концепций, которые могут быть ошибочно объединены под общим названием. Так называемое истинное бессмертие – это гипотетическое состояние, при котором организм в принципе не может ни умереть, ни быть убитым. Это понятие относится скорее к сфере фантастики, нежели к реальному положению дел в океане. Таких существ еще никто не обнаружил и вряд ли обнаружит. Гораздо более актуален для научного мира концепт биологического бессмертия. Этим термином описывают состояние, при котором организм не стареет и не умирает от естественных причин, но может подибнуть от внешних факторов. Несмотря на свой уникальный потенциал, бессмертная медуза не заполонила мировой океан. Ее бессмертие носит исключительно биологический характер и не защищает от внешних угроз. В дикой природе Туритопсис Дорния, так же как и ее небессмертные сородичи, может погибнуть от множества причин. Давайте разбираться от каких. Большинство медуз погибает в молодом возрасте, так и не успев воспользоваться своим уникальным механизмом омоложения. Обидно, но это создает фундаментальный эволюционный компромисс. Биологическое бессмертие это не гарантия вечной жизни, а скорее план Б, который срабатывает только в случае, если внешние обстоятельства позволяют ему реализоваться. В естественной среде этот организм сталкивается с целым рядом внешних и внутренних угроз, которые могут привести к его гибели до того, как медуза переродится. Если ты медуза, даже бессмертная, после появления на свет, на тебя уже охотятся и хотят съесть. Хищничество является, пожалуй, самой главной и неумолимой причиной гибели Туритопсис Дорнии. Несмотря на свои уникальные способности, медуза является частью пищевой цепи. Как и другие мелкие гидромедузы, она служит добычей для более крупных морских обитателей, таких как рыбы и морские черепахи. Также существует угроза со стороны других медуз или гидроидов, которые могут питаться более мелкими особями. Тут не могу не вспомнить свой видос про каннибализм. Нападение хищника представляет собой фатальную угрозу, которая полностью обходит механизм бессмертия. Хотя физическое повреждение может спровоцировать процесс реверсии в лабораторных условиях, где у медузы есть время и возможность восстановиться, в дикой природе атака хищника, как правило, мгновенно и приводит к уничтожению или поглощению организма целиком. В этом случае у медузы просто не остается достаточного количества неповрежденных тканей или времени для запуска и завершения сложного многоступенчатого процесса трансформации. Эволюционное преимущество бессмертия сводится на нет перед лицом немедленной и смертельной угрозы. Этот вид способен инициировать процесс омоложения в ответ на физическое повреждение. Однако степень этого повреждения имеет решающее значение. Не все травмы запускают механизм омоложения или позволяют ему успешно завершиться. Процесс реверсии требует, чтобы у медузы оставалась неповрежденная внешняя оболочка и части системы каналов. Разрыв или разрушение тела, вызванное, например, хищником, сильным течением или наматыванием на винт рыболовного судна, делает омоложение и метаморфоз невозможным. Антропогенное воздействие тоже не следует сбрасывать со счетов. Медузы очень чувствительны к среде, в которой обитают. Помимо естественных смен температуры, солености воды, загрязнений выбросами подводных вулканов, человек помогает им остановить свою регенерацию, выбрасывая иногда случайно, иногда специально горы мусора, нефти и других химически активных веществ, что приводит к внутренним повреждениям и нарушениям работы органов. Подобное внутреннее отравление или закупорка могут быть несовместимы с жизнью. Как и все живые организмы, медузы тоже уязвимы для разных патогенов и паразитов. Они инфицируют внутренние органы и приводят к серьезным патологиям, которые ослабляют ее иммунную систему до такой степени, что механизм омоложения либо не запускается, либо не может завершиться. Факт, что большинство особей никогда не доживает до своего омоложения, указывает на внутренние ограничения и высокий уровень смертности, связанный с самим механизмом реверсии. Способность к омоложению – это ответ на стресс, но в дикой природе стресс часто бывает слишком сильным. Условия, которые запускают метаморфоз, например, критическое голодание или серьезная травма, нередко являются теми же самыми, которые делают затратный и сложный многоступенчатый процесс реверсии невозможным. В отличие от контролируемых лабораторных условий, в дикой природе нет гарантии успешного исхода. Экологические реалии, такие как наличие хищников, непредсказуемость течений и загрязнения, создают постоянное давление. Высокая смертность – это не противоречие бессмертию, а свидетельство того, что внешняя среда является более мощной силой, чем внутренняя биологическая программа. Потенциал к бессмертию – это эволюционная стратегия для переживания временного, несмертельного стресса, но он не защищает от падения рояля или целой комбинации неблагоприятных факторов. Давайте представим, что мы – бессмертная медуза. После рождения наша главная задача – быстро закрепиться на дне, чтобы не унесло течением и не разбило о берег. Мы проживаем сложный процесс метаморфоза, после которого можем выпускать в свободное плавание свои точные копии. Уже на этом этапе прикрепленный полип навсегда застрянет на одном месте, потому что эта форма не может пройти обратное превращение. Конкретно этот организм, если на него не упадет рояль, может прожить очень долгую и счастливую жизнь, рождая самого себя. Но именно он уже никогда не станет медузой и не встанет на щупальца. После того, как этот полип отпочковал новую медузу, она берет на себя часть обязанностей по распространению генетического материала. При успешном половом размножении из яиц высвобождаются уже другие организмы, потому что происходит процесс миоза – перемешивания генов от двух разных полов. Если медузу чуть-чуть напугали или надкусили, и это по счастливой случайности не привело к моментальной гибели, она перевоплощается и снова образует полип, который, как вы поняли, до первого рояля останется на морском дне и будет фильтровать воду и распространять своих клонов медуз. Получается, что биологическое бессмертие позволяет гидромедузам совершать удивительное перестроение организма, замедлять старение и восстанавливать незначительные повреждения путем регенерации, чтобы распространять свою ДНК дальше. Но это не защищает конкретный организм от внешних и внутренних угроз. В итоге даже биологическое бессмертие не подразумевает полную неуязвимость и рано или поздно приводит к смерти. Если бы механизм работал как полагается, медузы давно захватили бы землю и записывали бы свои видео о глупых безволосых обезьянах, которые так и не разгадали все тайны бытия. Если досмотрел до конца, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, а также группу, где постоянно обсуждаются нетривиальные вопросы биологии. Также можешь поделиться в комментариях своими мыслями, возможно ли создать истинное бессмертное существо и как оно будет выглядеть. Будет интересно прочитать и обсудить со зрителями. Всем спасибо за внимание, до новых встреч. Если хотите поддержать автора и ускорить выход новых видео, ссылки будут в описании.